Чтобы обуздать свой ум и чувство, он выполнял дыхательные упражнения, и когда он достиг этой цели, у него исчезло всякое желание заниматься кармической деятельностью. Итак, 23 глава «Возвращение Махараджи Придху к Богу». И здесь описывается этот пример. Пример того, как устроил свою жизнь Махараджи Придху. Он был замечательным правителем. Он, по сути, восстановил государство, которое было разрушено правлением царя Вену. Он восстановил порядки, восстановил атмосферу, восстановил настроение всех граждан. И тем самым показал пример того, как нужно заниматься делами. В предыдущих стихах здесь говорится то, что с такой же ответственностью, с такой же самоотдачей, как он подходил к управлению государством, с тем же самым настроением, он отправился в лес, как только почувствовал, что придет скоро старость и болезнь, и смерть. То есть с первыми признаками того, что смерть не за горами, он сразу же принял соответствующее решение. И оставил все свои дела, оставил все свои богатства, оставил тех, кто будет управлять государством, передал все дела и спокойно пошел в лес медитировать, совершать суровые аскезы. И для нас это слово звучит как суровые аскезы. То есть когда человек находится в телесной платформе, ему сложно воспринимать то, что испытывают трансцендиталисты йоги. Как-то шил в рупад, он ехал в машине со своими учениками, и он заснул, а на дороге была авария. И те, кто… ну это какая-то страшная авария была там, погибшие, кровь, в общем, что-то нелицеприятное для ума. И ученики, они очень сильно погрузились в это. То есть они увидели это, и когда шил в рупад проснулся, они поделились с ним. Шил в рупад, там такая ужасная авария была, там столько погибших. А шил в рупад им сказал, что вы переживаете из-за этого, потому что вы находитесь на телесной платформе. То есть вы считаете себя телом, и вот этот вот ужас, который происходит, он… То есть это и не значит, что я не на телесной, я иду в руку, но и это тоже не надо, наверное, попасть в курору, это понятно, попасть в курору. Нет, нет, здесь речь о другом, да. Да, если мы вот реагируем так, и нас это утягивает, то это подчеркивает то, что у нас есть страх. Есть страх смерти, есть страх того, что это тело нас покинет, и мы не сможем больше в нем наслаждаться. Вот это никак не перечеркивается сострадание милосердия к тем, кто еще… Мы, оно там… Суть в том, что мы разойдемся. И вот эти вот суровые аскезы, они для нас как бы выглядят как суровые аскезы. Да, стоять в холодное время года, да, в воде, там, погруженным по шею, или там в жару, в пекло. Вот недавно совсем было лето, люди стремятся к кондиционерам, да, но йоги, они стремятся окружить себя пятью кострами со всех сторон, чтобы еще жарче было, чтобы вообще вот как бы убрать все вот эти вот наслаждения, да, то есть вот отключиться полностью от этого, то есть усилить настолько состояние некомфорта для чувств, чтобы полностью от него освободиться, да, не ощущать. И вот эти суровые аскезы очень легко совершал Махараджа Притху, да, и делал он это, потому что у него была цель, цель, которой он шел не только для себя, но и показывая пример всем нам, как нужно, как решительно нужно действовать, через какие препятствия нужно проходить и ни на что не отвлекаться. И для достижения этой цели он использовал такое средство, как пранаяму, дыхательное упражнение, дыхательная практика. И Шил Прабхупада делает очень, делает главный ацент на это слово в комментарии, то, что то средство, которым пользовался Махараджа Притху, оно было достаточно могущественным, но он использовал, и это средство, оно в принципе и сейчас тоже доступно. Есть много тех, кто занимается или знает, что такое пранаяма. Есть те, кто в этом достиг каких-то результатов. Есть те, кто в этом достиг печальных результатов, неправильно занимаясь этой практикой. То есть это серьезное средство. Это можно и поправить здоровье, можно и ухудшить здоровье. Можно освободиться от желания, можно наоборот набрать столько желаний. Потому что если у нас здоровое тело, то мы думаем, ну у нас еще много времени, что я сейчас, я тут столько всего натворю. И это большой соблазн может быть, если действовать не под руководством. Но Махараджа Притха, он действовал исключительно ради того, чтобы, И Шил Прабхупада тоже в комментарии это подчеркивает, исключительно ради того, чтобы укрепить ум и чувства, чтобы они никуда не двигались. То есть вот они полностью сосредоточились на образе Господа и никуда с этого образа не сходили. Они не осквернялись. И здесь используется слово такое санскритское. Мала шаях. Мала шаях это... Мало это скверно, а шаях это желание. То есть Бхагавадгити, Кришна, по-моему, тоже обращается к Аржуне и говорит, как могла эта скверна проникнуть в твой ум. Там каш мала. Как эта каша мала у тебя началась в уме, заварилась. Да, ну все, как бы корень, источник один. Поэтому указывай... Каша мала. Каш мала это скверно в уме. Желание, да, вот здесь написано, что это скверно и желание. То есть когда же у нас в уме появляются какие-то загрязнения в виде желаний, то ум начинает неправильно работать. То есть он начинает искать способы удовлетворить эти желания. И этот ум он начинает сразу же разделять. Разделять, что нравится, что не нравится. И вот даже слушая трансцендентное писание, повествование о Господе, он может их трактовать по-своему. Мне вот это поведение Господу нравится, а вот это не нравится. Но скверно очищенный ум он воспринимает абсолютно. То есть он воспринимает все проявления Господа. У Господа есть такое имя, как ранчор. Это тот, кто сбежал с поля боя. Казалось бы, позор. Для царя, для Кшатрия убежать с поля боя. Но для Кришны это достояние, которым он славен. Да, и эта история, как он получил это имя, был царь Джарасанха, которого нельзя было убить. И он так хотел. Он завоевал, он был очень могущественный. Он покорил много царей и предлагал их жертву Господу Шиве. И он нападал на Кришну, на армию его. И 17 раз Кришна разбивал его, брал в плен. Так его нельзя было убить, он его со временем отпускал. Такая вот игра. И на 18 раз уже этот царь собрал могущественное войско. И Кришна решил просто сбежать с поля боя. Потому что для него была другая судьба уготована. И так он получил это имя. Джарасанха над ним смеялся. Вот ты такой трус, сбежал с поля боя. Как вообще с тобой можно отношения какие-то иметь? Как с тобой воевать? Но Кришна был план, поэтому там эта история продолжилась. Он должен был в другом месте сыграть важную роль. Поэтому Кришна, чтобы про него не говорили, чистый ум воспринимает все как сладость. Как нектар, бальзам. И как же к такому чистому уму прийти? Махараджа Придху жил в Сатте-югу. Сатте-юга – это эпоха, когда... 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 Ну, все благоволит духовному росту, духовному развитию. Есть культура, да, есть традиция. Если ты оставил там государственные дела, то, в принципе, подданные по тому, как ты грамотно управлял, они легко доверяют тебе, да. Ты там благословляют, говорят, все, иди. Это вот уже твой следующий этап. И очень здоровые тела, очень здоровая атмосфера, здоровое понимание, да, здоровое... Все благоволит тому, чтобы медитировать на Господа. И нет никаких препятствий для того, чтобы совершать так называемые суровые аскезы. Но время идет, да, и сейчас, читая этот пример, многие люди поддаются соблазну тоже практиковать. И Шилбрупада тоже о них пишет, что бесполезно. Бесполезно. Даже если вы освоите эту практику, что невозможно, вы все равно не достигнете результата, если будете использовать ее для материальных целей. То есть если вы будете использовать ее для удовлетворения своих желаний, для удовлетворения каких-то... там, жажда обретения знаний, славы, почести. Это, во-первых, не сделает вас счастливыми, да, во-вторых, вы просто потеряете время. Это можно использовать только для того, чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога. А удовлетворить его можно тем, что у нас будет чистый ум и сильные чувства, которые мы можем занять в преданном служении Господу. Шилбрупада об этом тоже в комментарии пишет. И дальше он понимает наше положение, понимает положение жителей нашей эпохи, нашего времени. И говорит то, что, в принципе, ваша пранояма – это повторение святого имени и экстатический танец. Кто знает, что такое экстатический танец? Мы танцуем в экстатические танцы или у нас обычные танцы? Шилбрупада говорит то, что пение святого имени Господа и экстатический танец – это тоже своего рода пранояма. То есть нам, ну, в общем, все возможные поблажки сделали. То есть не нужно уходить в лес, не нужно истязать это тело, не нужно воевать с умом. Нужно просто повторять святое имя, танцевать перед Господом, смотреть на Господа. И это будет компенсировать все подготовительные этапы. Да, все наше тело будет оздоравливаться, наш ум будет успокаиваться. Наш разум будет строить планы, как нам внимательнее повторять святое имя, как нам выстроить свой день, чтобы святому имени было уделено самое главное место. И наша душа, она будет наполняться, наполняться радостью, счастьем от соприкосновения со святым именем. Потому что только в этом процессе она по-настоящему оживает. Все остальное ей неинтересно, поэтому она спит, мы даже не забываем про нее, что она есть. Начинаем думать, что мы это тело, мы это ум или интеллект, которым мы наделены. И пользуемся этим, для того, чтобы как-то получить это сомнительное счастье. И данный стих, он также перекликается с одним из стихов в Бхагават-Гите. Кто-то, у кого-то есть какие-то, может быть, ассоциации, что такое в Бхагават-Гите похожее на этот стих? Да, в шестой главе описывается как раз практика йоги. И там описывается, как йоги как раз работают с умом, с телом, чтобы убрать вот эту малашию, вот эти желания скверно убрать из тела и скверно убрать из ума. И чистым телом и умом, тело у нас чистое, нас ничто не беспокоит, ум у нас спокойный. И вот как вот на глади, как Шилгрупада, по-моему, тоже приводил этот пример, вот если в воду бросить камень, пойдут волны, ну или какой-то ценный предмет, если упадет у нас в воду, то мы его не увидим, потому что волны все скроют. Но если мы подождем какое-то время, волны успокоятся, и вот мы сможем очень отчетливо увидеть дно. Но также духовная практика. Мы успокаиваем, мы очищаем чувства, мы очищаем ум, чувства очищаем тем, что мы вкушаем просад, созерцаем божества, слушаем о Кришне, поем о Кришне, общаемся с преданными, соприкасаемся с тем, что было предложено Господу тем или иным образом. На ум очищаем постоянной медитацией, на игры Господа, размышлениями, погружениями в этот процесс. И вот в этом погруженном уме, в таком спокойном, чистом уме, мы сможем в этой тишине почувствовать связь, связь души с самим Господом, со святым именем. То есть вот когда все это успокоится и не будет влезать в нашу, прерывать нашу связь, как по телефону разговариваешь, например, через интернет, бывает хорошая связь, ты все отчетливо слышишь, а бывают помехи какие-то или прерывания. Вот если есть прерывания, это влезает ум и чувства, значит, надо с ними как-то их взбодрить, либо сделать так, чтобы они устали за небо какой-то деятельностью, или погрузить в какую-то среду, атмосферу, почитать Священное Писание. Вот ум очень хорошо очищается от беспокойств, когда мы берем книги Шрил Прабхупады. Ну, я вот по себе заметил, 15 минут достаточно просто, чтобы из любого какого-то тяжелого ментального состояния выйти. То есть даже если тебя там прям уже сильно накрывает, ты понимаешь, что день уже заканчивается, а у тебя еще там столько всего надо успеть, и ты погружаешься в чтение, и все сразу отпускает. Ты понимаешь, что не так уж и много всего надо успеть, всего лишь вспомнить о Господе и постараться не забыть о Нем. Вот, и изучая книги Шрил Прабхупады, мы не только очищаем ум и чувства, а мы еще и погружаемся в медитацию на Господа. То есть вот этот процесс медитации – это процесс трансформации нашего материального мышления, нашего материального сознания и переключения его на духовное. То есть у нас появляется новая цель в жизни. Не просто такой цикл – родился, женился, состарился и умер. А у нас появляется цель, что у меня есть уникальная возможность – это человеческое тело, которое наделено всем необходимым для того, чтобы вернуться обратно домой к Богу. У нас есть священное писание, у нас есть святые, которые идут этим путем, у нас есть общество преданное, где мы можем вместе, помогая друг другу, идти к этой цели. И не воспользоваться этой возможностью – это просто быть каким-то невероятным неудачником. То есть осознать то, что это все пройдет мимо, это… Зачем? Зачем тогда вообще? То есть это как просто прожить жизнь впустую. Поэтому для нас невероятно ценно ощущать то, что мы удачливы. Мы удачливы и получили эту удачу. И мало того, что получили эту удачу, у нас есть все, чтобы ей воспользоваться. Шикарпада говорит, что это очень просто, очень простой метод. Вот проще уже некуда. Надо только поверить, что этот метод очень простой. И суть этого метода заключается в том, что мы просто повторяем святые имена Господа. Просто повторяем. Греи Кришна, Греи Кришна, 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 Греи, Греи, Греи Рама, Греи Рама, Рама, Греи, Греи. Все, это уже все даст. Даже если мы не понимаем, что они значат, это все равно работает. Шиллбурпад часто приводит такой пример, что если вы не знаете, как действует огонь, то когда вы туда положите руку, вас обожжет. И то же самое святое имя. Даже если вы не знаете, что означают эти святые имена, но вы будете их произносить, они все равно произведут исцеляющий эффект. Шиллбурпада здесь, нет, даже не Шиллбурпада, в самом стихе тоже есть такие слова очень важные. Крома и ану. Крома – это постепенно, а ану – это постоянно. То есть вот этот процесс, который будет постепенно нас очищать, при условии, что мы будем постоянно это делать. То есть лекарство, лечение есть, лечение прописано. За нами выбор – лечиться или продолжить болеть. Наверное, на этом я закончу. Хотел еще один момент рассказать. Ну, давайте, наверное, если есть вопросы. А, да, вот. Если нет вопросов, не будет вопросов, будет о чем рассказать. Да. Про него всегда знали. Да, повторение Варикришны Махмантр было известно. Оно было доступно. То есть так же, как и в нашу эпоху, тоже люди могли получить доступ к святому имени. Но каждый как бы там выбирал, как он и для чего будет это делать, и будет ли делать. Святое имя было всегда, но при этом работали и другие практики, другие, скажем так, средства, более глубокие. То есть в сатте-югу было время много. И можно было очень глубоко уйти в медитацию, как бы там пребывать с Господом наедине. В третто-югу уже началась деградация. Там уже было сложно свой ум концентрировать. Здесь Шрилов Рупада говорит или где-то еще описывает то, что в чем тонкости этого процесса. В принципе, у нас есть божества на алтаре. И созерцая этих божеств, мы тем самым увлекаем ум туда, перестраиваем наш ум с материальных каких-то желаний на духовные, на Господа. Если нам удастся свой ум настолько натеренировать, что он может этот образ Господа созерцать в отсутствии непосредственно контакта глаз с объектом, мы можем практиковать этот метод. То есть оно не повлияет на результат, но сама практика меняется. В сатте-югу была доступна практика медитации. То есть у людей был достаточно сильный ум, достаточно чистые чувства. И они могли их направить непосредственно созерцание Господа. Им не нужны были какие-то дополнительные средства для этого. Пошла деградация, стало все упрощаться. Ум стало сложнее контролировать. И появились божества. Появилось поклонение, появилось созерцание. То есть как-то нужна была дополнительная подпитка, чтобы получить тот же результат. Дальше еще сильнее деградация увеличилась. Стали необходимы жертвоприношения. То есть нужно было уже какую-то деятельность совершать, чтобы получить тот же результат. И в конце уже все деградировало настолько, что мы у нас и жертвоприношения проводить не можем, у нас нет столько средств. И служить Богу мы не можем полноценно, и ум у нас беспокойный, мы не можем в пещеру уйти. И Господь дал нам просто вот, повторяйте просто, святые имена. И так как они не отличны от меня самого, они сделают вашу жизнь совершенной. И святые имена были известны в другие юги, но в них не было той глубины, которую принес Господь Чайтания. То есть там был уровень такой даси-расы, где Господь Нышвара, и мы ему поклоняемся, приносим ему, чувствуем свою зависимость от него, стараемся ему служить. Но таких глубоких отношений, которые принес Господь Чайтания, там не было. И он вложил эти отношения в нашу парампуру. То есть он принял посвящение Брахма Мадова Гаудия Сапрадая и внес туда вот это настроение, вот эти расы более глубокие, дружеские, родительские и супружеские. То есть о них, ну как, на нашем уровне о них люди даже не мечтали. То есть это было что-то такое запредельное. Хотя бы этого достичь, хотя бы просто вот ум сосредоточить на Господе уже хорошо. Но Господь Чайтания, Он невероятную милость пролил и дал нам всю глубину отношений с Богом. И ее очень легко можно постичь, просто поверив в этот процесс. Просто предавшись Ему и ежедневно стремясь к тому, чтобы этот процесс совершать лучшим образом в своей жизни. Вот, ну, надеюсь, ответил. Да, ум может быть злейшим врагом, если он у нас не очищен, если он у нас пропитан материальными желаниями и постоянно нас куда-то рвет. Вот, мы хотим повторять Святое Имя, а он говорит, нет, давай еще там в Ютубе ролик посмотрим. Или там с кем-нибудь пообщаемся. Ну, за ним можно понаблюдать. То есть к чему у нас ум тянет. Вот, если мы утром стремимся к тому, чтобы побыстрее привести тело в порядок и сесть, воспевать Святые Имена, в лучшее время, выделенные для этого, то ум наш друг. То есть он нам помогает. Он там раскидывает какие-то дела, быстро все решает, там что-то убирает, что-то добавляет, что-то помогает нам. Нас даже подталкивает, говорит, давай быстрее. Уже сейчас время выйдет хорошее, благоприятное. Вот, или он нам мешает. То есть мы хотим настроиться, там уже выделили себе время, разумом себе назначили, что вот, вот в это время мы будем воспевать Святые Имена. А ум нам говорит, нет, давай-ка мы перед сном покушаем что-нибудь такое, мороженое, или там пирог какой-нибудь тяжелый, или там давай пообщаемся с кем-нибудь. Вот мы давно там не разговаривали с кем-то, с родителями, с друзьями. Вообще у нас так мало общения в жизни, надо ночью это сделать обязательно на ночь. Вот так вот мы определяем, друг он нам или враг. То есть вот с точки зрения души, вот помогает он нам к Кришне приближаться или нет. Если помогает, очевидно. Если наоборот, то тоже очевидно. Такой, наверное, критерий, как понять. И он тренируется. Его с помощью разума, с помощью общения со святыми людьми, с наставниками, он тренируется, перестраивается, вычищается. То есть вот эти все малаши, они из него изгоняются. Вот, и тогда он уже понимает, для чего он предназначен. И начинает помогать. Ну, ум — это такая вещь, его невозможно контролировать. Его можно только Господу доверить. Сказать Господь, я вот тебе предаюсь. Ну, да, вот мы разум направляем на то, чтобы была постоянная молитва на Господа, что Господь невероятно, как Оржуна говорил, невероятный ум, вообще носит по всем трем мирам. Что с ним делать, непонятно. Я не йог, в пещеру не уйду. Он говорит, задействуй в деятельности. То есть через руководство, через это предание, через процесс предания мы занимаем свои ум, чувства таким образом, что они нам не мешают помнить о Господе. И как только мы теряем вот это состояние, что наш ум под контролем у старших, под контролем у Господа, и мы сами попробуем им управлять, им владеть, ну, мало что получится. Мы можем почувствовать, что Господь дает нам силы им управлять. Но сами мы... Это... Это божественная энергия, божественная природа, прокрытие. Мы ей не управляем, ей Господь управляет. А мы, если сами будем пытаться ей управлять, ну, она нас просто вынесет. Здесь, по-моему, даже... А, это, наверное, как раз вот эта ассоциация про Бхагавадгиту. Это стих 2.44, где Бога Ашваря Прошактанам, Тая Пахрита Четашам, Ява Саят Микабудхих, Самадхау Навидья Те. Это тем, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, и чей ум из-за этого все время пребывает в заблуждении, ну, вот, собственно, вот это вот, если скверно в уме есть, то ему не хватает решимости посвятить себя преданному служению Верховному Господу. Да, решимость, вот она из разума берется. И Ашваря Пропада в комментарии пишет, что если человек стремится к мирским благам, у него есть желание к чувственным удовольствиям, то материальные энергии ставят перед ним непреодолимые препятствия. То есть, если наш ум сосредоточен на какой-то цели, она может быть даже и такая, как бы, может быть духовная даже, но не цель достичь Верховного Господа, а что-то там, ну, как бы, или мы себе выдумываем, что это вот как будто это для Бога, для Кришны, то материальная природа ставит перед нами непреодолимые препятствия. То есть, мы сами с умом не справимся. Природа не даст, она другому подчиняется. Вот есть такой пример, как вот заходим, когда в двор, в чужой, ну, мы знаем хозяина, может быть, да, но в этом дворе есть собака злая. И мы сами не сможем эту собаку, с ней ничего не сделаем. То есть, мы не сможем ее там убедить, что не надо нас лаять, мы, как бы, с хозяином в хороших отношениях. Мы сами не сможем. Но хозяин выходит, мы, как бы, ему там машем, как бы, даем понять, что мы здесь. И он просто говорит собаке, все, как бы, в будку. Это ты свое дело сделала, это, как бы, мой гость, он ко мне пришел. И собака спокойно уходит и не мешает. Вот примерно такой же процесс. То есть, мы обращаемся к Господу, обращаемся к Кришне. Кришна лает ум, мешает, мешает мне слышать твои святые беда. Пожалуйста, сделай себе что-нибудь. И Кришна нам помогает. И мы чувствуем. И не присваиваем, что вот я такой совершенный йог, сумел обуздать свой ум. Какой я молодец. Вот сразу же ум вернется, сразу же нам устроит такую джапу, что Кришны там мало очень будет. Вот, наверное, так. Ари Кришна. У нас 15 минут практически, если вопросов нет. Спасибо большое за возможность погрузиться в такие удивительные песни и головы. Граунтарат шимат-бхагаватам ки-джай, шилрупада ки-джай, андакоти вачнау вринда ки-джай. Ари Кришна. Шилрупада ки-джай, шилобердей в ки-джай.